Ребятки, всем привет, с вами Дава Дым И сегодня, как вы уже заметили и по превьюшке, и по тому, какие коробочки у меня стоят здесь У нас обзорчик двух новых моделей от компании Корец Что у меня имеется? У меня имеется модель К2 и имеется самая новая модель К3 Я их уже потестил, помыл и собрал Составил о них свое мнение и готов с вами делиться То, что мне в этих кальянах понравилось, а что мне в этих кальянах не понравилось И что бы нужно доработать, потому что некоторые моменты могут быть проблематичными Давайте начнем их сейчас потихонечку собирать И, наверное, начнем с модели К2, а потом уже к модели К3 Сделаем все очень быстренько, чтобы было не напряжненько И, конечно же, более подетальнее Что мы имеем? Мы имеем вот такую вот белую коробочку Это уже новые коробки Они пошли с модели К2 А потом уже перекочевали на модель К3 У первого кориса не было такой охуительной модели Но первый корис был чем-то футуристичным Типа, ой, ебать, как это работает Так что, давайте открывать Коробочки белого цвета Есть вот такая вот веревочка Типа, вот так, нихуево можно с магазина, короче, идти Вы, типа, его только купили, идете и всем хвастаетесь Так, внутри нас ждет также много поролона И есть, собственно, инструкция по сборке В принципе, она не нужна, но без нее я бы не справился Короче, что мы имеем? Мы имеем белого цвета модель К2 Выглядит она в полусобранном состоянии вот так И знаете, что на самом деле она мне больше всего напоминает Именно в белом цвете Это корабль Crew Dragon от Илона Маска Ну, не знаю, вот эта часть именно прям вот напоминает Crew Dragon и прям очень прикольно смотрится Ну, из первых, по внешнему виду И отталкиваясь от первой модели Корис К1 То эта модель выглядит очень простовато, знаете Немного под бюджетили Именно на внешнем виде Здесь очень много доработок Что было в косяках у Кориса К1 В К2 это все уже исправили Магнитный коннектор, то есть это металл И уже сам магнитик в коннекторе Это все магнитится Здесь очень много дырочек Здесь сразу около идет несколько клапанов Идет продувочка через вот это данное отверстие В принципе, в целом, когда ты куришь Ты просто не понимаешь, откуда выходит дым Также есть отверстия под регулировку тяги Потому что у компании Корис То есть, чем они запомнились Это такой новой технологией регулировки тяги Не разбирая кальян То есть, если у большинства кальянов Чтобы как-то регулировать тягу Нужно доставать кальян с колбы И уже там либо накручивать диффузор Либо его как-то двигать вверх-вниз Да, там открывая больше Либо закрывая большую часть отверстий То здесь все это регулируется Через вот эту ложбиночку Кто не в курсе за кальяны Корис Я, конечно же, вам про это сейчас расскажу Далее, идя поэтапно Мы понимаем, что у нас здесь ждет Очень крутой белый мундштук От компании Корис Он идет тоже в комплекте Очень круто сделан Он такой эргономичный, обычный И при этом очень симпатичный Особенно вот эта вот ступенечка Она прям выглядит как-то очень круто Короче, белый цвет самый топовый Хотя у ребят просто хуево туча прикольных расцветов Так, идем дальше Получается, мы добрались до первого поролона Подходим к уровню 2 Здесь нас ждет фирменный Корисовский диффузор У которого есть вот такая штучка Куда крепится сама эта шпажка И мы можем регулировать нашу тягу И есть, собственно, сама эта шпажка Она уже сделана здесь получше Потому что у первого Кориса двигалось все через кольцо И кольцо потом расшатывалось И диффузор постоянно прыгал Это была первая самая большая ошибка Кориса Сделать именно такую технологию управления тягой Конечно же, во второй модели они все это исправили И получилось довольно-таки интересно Так, мы пришли к следующему этапу И здесь у нас первым бросается блюдце По блюдцу скажу так В первой модели, если на блюдце оставлять надолго угли То оно, знаете, на нем оставались следы на блюдце И это очень бесило В этой же версии они исправили то ли краску То ли сам материал То ли нанесли какое-то дополнительное покрытие И уверяют, что вы на блюдце можете на целую ночь Ну, на часа два Поставить несколько штук углей И с блюдцем не произойдет просто нихуя Я это не проверял И, возможно, потом проверю Потому что мне дико интересно Здесь есть такая незамысловатая Невъебистая гравировочка Кориса И такое вот блюдце Я бы сделал на самом деле блюдца чуть побольше Потому что, ну, мне кажется, оно очень-очень маленькое Дальше у нас ждет нижняя погружная шахта Здесь у нас есть резьба Которая также вкручивается в этот полициталь В этот пластик И меня это дико бесит И есть, собственно, ложбиночка Где гуляет наш сам диффузор Ну и, соответственно, шланг soft-touch И сам магнитный коннектор Схожий чем-то с альфа-хукой Так, давайте я его сейчас быстренько соберу Поставлю Чтоб он у нас стоял красивенький Симпатичненький Беленький Так, короче, а также что нас ждет Нас там ждет 4 шарика То есть 4 клапана И все это стоит намертво С помощью заглушечки из тоже нержавеющей стали Получается, мы закручиваем все это вот так Вот мне прям больно все это закручивать Я понимаю, что это не так критично Но мне просто больно Так, потом мы одеваем вот сюда нашу штучечку Она так вот Одевается, да, уже симпатично Далее мы аккуратненько надеваем наш диффузор И вот эту штучку Крепим Вот сюда Вот так все щелкнуло И все окей И получается принцип работы примерно такой Вот так вот у нас классическая тяга Вот так вот у нас диффузорная тяга Вот так вот у нас классическая Вот так вот диффузорная В принципе, очень круто Очень здорово все это работает Далее нам нужно здесь делать вот так Взять наше маленькое черное блюдечко И все это накрутить Как вы видите, у нас идут резинки уже в комплекте То есть нихуево подогнанные Очень хорошего качества И все в сборке это выглядит вот так То есть ты берешь Вот так, вот так То есть можно регулировать Да, уже как бы все супер-супер И все, коробочка у нас пуста Теперь идем к модели К3 Она отличается от К2 И немного схожа с моделью К1 Как и я и говорил изначально Что модель К2 Она какая-то более такая простолюдская Знаете, минималистичная Нет этих резких скосов Которые были у модели К1 И выглядит вторая модель Не так ярко, как первая модель Что касается модели К3 То здесь тоже очень интересно То есть у нее тоже есть резкие Такие детали дизайна В принципе, по коробке И по многим моментам Все схожее Абсолютно схожее Есть также инструкция В принципе, погружная То есть регулируемая часть тяги Она выглядит по механизму Точно так же, как у модели К2 И выглядит он примерно вот так Красивенький Черный металлик Очень здорово И смотрите То есть ты можешь сделать так, чтобы эта хуйня не двигалась А можешь чуть-чуть раскрутить Эта деталька вот так вот уже крутится гораздо интереснее Так вот, смотрим Давайте мы сейчас тоже его сразу быстренько соберем Ага Так, это вот сюда Вот эта декоративная накладка Мне кажется, она намного пизже, чем вот эта Но это уже зависит от твоих вкусов Кому-то нравятся именно такие монолитные кальяны Мне же по приколу кальяны Которые на всяких там деталях Которых есть какие-то дырочки Так Здесь мундштук тоже под цвета Получается шахты Тоже в таком космическом черном металлике Такой же абсолютно диффузор Но Технология погружения Здесь немного другая Она схожа с моделью К1 Но здесь сам вот этот держак, за которым все это регулируется Он больше То есть отличия максимально кардинальные И только лишь из-за этого момента Как регулировать тягу Можно и определиться, какую модель стоит купить К1, К2 или К3 К1 модель, она крутая Она интересная Но с выходом новых моделей К1 становится немного нерентабельная Здесь у нас в принципе абсолютно то же самое Поэтому даже не вижу смысла все это показывать и рассказывать Давайте просто максимально быстренько Приступим сейчас к сборочке И все это интересно соберем Забьем и покурим Так, вот сюда поставлю Так, начинаем с нашей погружной шахты Она абсолютно точно такая же Шарики также у нас закрыты заглушечкой И они у вас ни в коем случае никогда не выпадут Так, мы сейчас все это накрутим Накрутим, накрутим Так, берем нашу эту штучку Она у нас одевается вот сюда Мы подгоняем Чик, бросаем, видите То есть уже как-то уже вырисовывается вся эта штучка Так, здесь все гораздо лучше Потому что модель К3 И соответственно возможно там этот косяк исправили То есть и здесь мы регулируем уже из центра Плюс мы одеваем нашу декоративную накладку И получается, что можно крутить И при этом поднимать Опускать Так, бросаем наше блюдце Так, все мы закрутили Так, давайте так вот повернем Чтобы красиво было И здесь очень легко так же все это двигается Но с этой моделью у меня есть предположение Что в модели К3 Вот этот механизм Возможно расшатается Чуть быстрее, чем у модели К2 И вот такой вот черный у нас мундштук Не знаю, нравятся вам эти кальяны или нет Но когда мне пришел первый корис Я от него честно кайфанул Мы снимали еще обзор в мамуне И все в мамуне от него тоже кайфанули И немного охуели Давайте, ребятки Я их сейчас пойду Замою немного От всякой стружки, пыли Забью две чашечки И мы с вами его раскурим Так Моя вторая чашечка Сказала Давай, иди нахуй Ты будешь курить одну чашку Потому что калаут просто тупо развалился Реплика пошла по пизде Ну да ладно В принципе, по курению Они одинаковые абсолютно между собой И возможно даже, что Модель К1 Тоже так же курится Как модель К2 и модель К3 Их не отличие только лишь В регуляторе тяги И диффузора И, конечно же, в главной Во внешнем виде Я их поставил почти на одинаковые колбы И отсюда понял, что Модель К2 ниже, чем модель К3 Модель К Модель К Модель К А еще заметил интересную особенность Что когда кальян стоит на колбе То модель К2 Хоть она более-менее проще Но она выглядит куда пизже Чем модель К3 Возможно, это из-за того, что Модель К2 Бля, ебать, сколько много этих моделей К2, К1, К3 Ну, потерпите Белого цвета И она, наверное, больше вызывает Какой-то симпатии Нежели чем модель К3 Из-за темного цвета В ней просто-напросто пропадает Текстурность Чашечка у меня, в принципе, почти уже прогрелась Мы сейчас покурим Посмотрим, как работает диффузорная тяга То есть, как работает регулятор тяги Есть ли вообще разница Ну и, наверное, сделаем общее заключение По данному кальяну Так что, давайте попробуем Раскуримся С этих прикольных Интересных корисовских мундштуков Чашечка же до конца не разогрелась Но суть не в этом Мы не обозреваем здесь табак Короче, у меня сейчас здесь стоит Самое нижнее положение Это значит, что Максимально легчайшая тяга И она здесь реально максимально легкая Примерно как у кальянов от Ивана То есть, минимальное количество сопротивления Очень легкое восприятие И эта курица просто по-блюдски Я не люблю такую тягу Поэтому я делаю что? Нежели чем снимать чашку Поднимать шахту Подкручивать, закручивать Я просто беру и поднимаю до конца И тут мне говорит Халил Мамун, привет То есть, тяга Становится максимально классической Тяжелой С хорошим сопротивлением И это курица заебок Даже по шуму можно определить Смотрите Я начну сейчас на тяжелой тяге И потихонечку буду опускать И закончим на самой легкой Появляется такой где-то посередине провал И он такой непонятный Попробуем поймать серединку Типа я Не совсем трушный кальянчик Работает Но я конечно же подниму И не буду выебываться этой хуйней Оставим это все в одном положении В положении тру И будем наслаждаться кальяном от компании Корис Чуть-чуть опущу Чтоб шума таков не было В принципе Я даже чашку не буду переставлять Потому что курица не абсолютно одинаковая И здесь это тоже самое Также регулируется Теперь мое мнение о данном кальяне О данных моделях Плюсы, минусы, что больше понравилось И в каком из кальянов это понравилось больше А в каком из кальянов это понравилось меньше Что касается общей эстетики И той цветовой палитры Которая есть в данном случае у меня То модель К2 сразу лидирует Почему? Потому что она более какая-то Выдержанная Знаете, у нее более завершенная композиция И в ней четко видны все контуры За счет черного и белого цвета Есть куча разных расцветок Ярких, кислотных Блять, просто любых Но это вы можете уже посмотреть у них в инстаграме Поэтому ссылочку приклею снизу Что касается модельки К3 То она Именно по такой, знаете Футуристичности Интереснее, чем модель К2 Но за счет того, что какой есть цвет у меня Здесь теряется основной контур Теряются линии И теряется объемность Поэтому он выглядит блекло И неинтересно А если же я выбрал модель Куда более интереснее Например, фиолетовую Или даже лавандовую У них есть цвет То я думаю, смотрелось бы это пизже И модель К3 мне бы понравилась больше Теперь Что касается размеров Конечно же, чем ниже Тем пизже Это мое личное мнение И модель К2 здесь лидирует Модель К3 Немного вот, блять, пиздец Как будто дыл до переросток В данном именно основании Что касается основания Оно в принципе идентичное Но разный форм фактор То есть и В модельке К1 Мне больше нравится Потому что там все так как-то, знаете Прям гладенько-гладенько А вот здесь вот эта вот Обрамочка мне не очень нравится Что касается Ручки, рукоятки Курка Регулирования тяги То в модели К2 Она мне не очень сильно нравится Потому что ты как будто реально, блять Массируешь клитор И не очень прикольно Вот это вот не очень прикольно Плюс там отвалилась какая-то хуйня Здесь же ты как будто Бля, ну это пиздец аналогия Как будто ты, блять, дрочишь маленький член Потому что он не помещается в цельную руку И приходится дрочить только пальцами Вот здесь вот стремняк Но этот механизм мне больше нравится Не потому что я латентный пидорас Да, а потому что Ну здесь как-то более удобно Чем вот так Если брать по моей аналогии То, конечно же, я предпочел Больше бы гладить клитор Чем дрочить маленький член Поэтому вот такие вот Плюсы и минусы этого кальяна Вы же, конечно, сами решите Какой вам нравится больше Так что это Дава Дым И у нас сегодня был Корис С моделью К2 и К1 Пока-пока Маленький член и клитор Субтитры сделал DimaTorzok